SCP-1200.RU. Русского филиала фонда. Нагуаль. Объект номер SCP-1200.RU. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Субъекты должны содержаться в стандартной камере для гуманоидов. В биоисследовательском участке 23. Контакт с субъектом в дневное время. Период материальности SCP-1200.RU. Строго запрещен. Доставка пищи в камеру содержания должна осуществляться дистанционно. Содержание подвергнутых порче, заплесневению, гниению и других. Продуктов в рационе субъекта должно быть не ниже 30%. Однако не должно превышать 40%. В ночное время. Период материальности SCP-1200.RU. Контакт с субъектом разрешен в стандартных костюмах биологической защиты. Описание. SCP-1200.RU. Два связанных между собой аномальных организма. В то время как один из организмов пребывает в материальном состоянии, другой может быть замечен на расстоянии приблизительно полуметра в виде неосязаемого полупрозрачного силуэта. Периоды материальности и нематериальности SCP-1200-1 и SCP-1200-2 регулярно чередуются сообразно с фазами суточного цикла. SCP-1200-1 – организм, находящийся в материальном состоянии в светлое время суток. Внешний субъект напоминает человека европеоидного типа внешности приблизительно 40 лет. SCP-1200-1 предпочитает перемещаться на четвереньках и полностью игнорирует гигиенические нужды. Субъект предположительно разумен. В ходе попыток побега SCP-1200-1 проявил значительный уровень интеллекта. Кроме того, систему наблюдения зафиксировали, как субъект разговаривает сам с собой на неустановленном языке. Однако не выказывает желание вступать в контакт с исследователями. Как правило, ведет себя чрезвычайно агрессивно по отношению к людям. SCP-1200-1 не проявлял каких-либо аномальных способностей, если не считать исключительной стойкостью к любого рода болезнетворным факторам. В частности, субъект отказывается принимать в пищу продукты, не подверженные достаточной степени порчи. Однако это никак не сказывается на его здоровье. SCP-1200-2 – организм, находящийся в материальном состоянии в темное время суток. SCP-1200-2 может быть описан как горизонтально ориентированное яйцевидное тело, приблизительно полутора метров длиной. Толщина в самой широкой части приблизительно равна 80 см, в самой узкой – приблизительно 30 см. Данный организм, как правило, левитирует на высоте от 1 до 2,5 метров. SCP-1200-2 покрывает буруя шкура с большим количеством язв и пролежней. Также следует упомянуть значительное количество щупальцеобразных отростков от 10 до 30 см длиной, растущих по всей площади тела. В первой части SCP-1200-2 располагается ротовое отверстие с крупными, недифференцированными зубами. Субъект разумен, владеет современным русским языком и склонен к сотрудничеству. Он утверждает, что его имя и что в прошлом тело SCP-1200-1 принадлежало ему. Смотрите приложение 2. Несмотря на лояльность SCP-1200-2, контакт с ним представляет существенную опасность по причине того, что субъект переносит возбудителей ряда заразных заболеваний. Полный список смотрите в документе 1200-5. Приложение 1. SCP-1200 был обнаружен на крупной свалке в окрестностях города. В прессу поступили сообщения о демоне, неоднократно замеченном на свалке в ночное время, что привлекло внимание фонда. На место была выслана МОК ТТ-9, лазутчики кармы. В ходе проведения дневного исследования свалки, ставящего поиск гипотетической дневной лёжки демона, был обнаружен SCP-1200-1, рядом с которым был замечен оптический феномен, схожий с описаниями в прессе, с SCP-1200-2 в непотериальном состоянии. SCP-1200-1 был обездвижен и захвачен как потенциальный SCP-объект. В тёмное время суток SCP-1200-1 дематериализовался, в то время как SCP-1200-2 перешёл в телесное состояние. Субъекты были классифицированы как SCP-1200 и доставлены в биоисследовательский участок 23. Приложение 2. Опрашивающий доктор Л... Опрашиваемый SCP-1200-2. Доктор Л... Итак, не могли бы вы рассказать, каким образом оказались в таком состоянии? SCP-1200-2. Охотно, доктор, мне давно уже пора... выговориться. Началось всё с одного моего приятеля. Мы с ним на пару весьма интересовались всяческой эзотерикой. Так вот, однажды... ...сообщил мне, что он свёл знакомство с членом одной весьма своеобразной группы. Я бы даже сказал, секты. Доктор Л... Секта, а как она называлась? SCP-1200-2. Задумчиво. Сейчас уже точно не скажу. Обычно мы сокращаем её просто до ГГГ. По аналогии с ККК. Ну или просто, чтобы времени тратить. Что-то там гнилого господа. А что именно, гора, грот, нет, не помню. Доктор Л... Делает пометку в блокноте. SCP-1200-2. Словом, это самое ГГГ нас чрезвычайно заинтересовало. С таким странным культом мы ещё ни разу не сталкивались. Эти чудики поклонялись энтропии и разложению во всех проявлениях. Даже таких, которые нормальный человек и вообразить не сможет. У них была какая-то запутанная модель мира и причудливый пансион. Но в центре и того и другого стоял именно Гнилой Господь. И у него и какое-то другое имя есть. Странное, но я не запомнил. Доктор Л... Если вы таки не возражаете о Гнилом Господе, мы поговорим в следующий раз. Сейчас мы обсуждали ваше состояние. SCP-1200-2. Да, извините, отвлёкся. Постараюсь быть короче. Словом, нам удалось вступить в эту секту и походить на её собрание. Ну и в конце концов мы были удостойны чести присутствовать на одном... ритуале. Субъект совершает неидентифицированное движение, предположительно вздрагивает. Это было в подвале. Человек там собралось, наверное, 20. Но по именам, кроме нас двоих, никого уверенно не назову. Все были в одинаковых балахонах с капюшонами, под которыми ни черта не видать. И говорили очень мало. В самом центре стояла жутковатая статуэтка. Но она показалась мне жутковатой. Сделанная из... Удалено. В настоящий момент показания SCP-1200-2 являются единственным источником сведений и, оп, удалено. Достоверно неизвестно, существует ли данный материал в действительности. И доставленная чуть ли не из первой зоны застоя, как они говорили. Возле этой самой статуэтки стоял кто-то с Томом... Песен перерождения. Найти информацию о данной книге не удалось. В руках. С его слов мы поняли, что это будет какая-то церемония вызова. Только он скотина напортачил. Доктор л... То есть. SCP-1200-2. Он допустил ошибку где-то в песнопении. Точно. Буквально слышалось. Нет, сперва всё шло как надо. И мы... Таращились на это как заворожённые. До того мы считали ГГГ просто дурканутой сектой. Со странностями ничего особо сверхъестественного увидеть не ожидали. А теперь смотрели, как пространство комкается. Статуэтка изменяется, проваливается внутрь себя. А потом она просто стала дыркой. Из дырки вылезла тварь. Доктор л... Какого рода тварь? Можете описать. SCP-1200-2. Совершает демонстративный разворот на 360 градусов. Вы сейчас на неё смотрите, доктор. Доктор л... И в самом деле продолжайте. SCP-1200-2. Само собой, увидев такую хреновину, мы едва не наложили в штаны. Но, как оказалось, мы не одни. Вызыватель, походу, оказался неопытный. И как только тварь выскочила прямо перед ним, голос у него дал петуха. И песня сразу зазвучала совсем иначе. Это просто чувствовалось. Сразу после этого дырку в пространстве выгнуло. А потом из неё, в общем, пылило. Доктор л... Что пылило? SCP-1200-2. Ка бы я знал. Какая-то гнусь, вот что я могу сказать. Какая-то мерзкая жижа непонятного цвета. И она холестала из дыры во все стороны под страшным силой напором. В первую очередь поток смёл саму гадину. Она явно не ожидала такой подлянки и отбросил прямо на меня. Я помню, как в меня врезалась покрытая щупальцами тело. Помню жжение от этой жижи. А потом я отрубился. Следующее воспоминание я уже смотрел на подвал с какой-то непонятной точки обзора. Творилась кромешная жуть. Это сейчас я вспоминаю уже спокойно. А тогда рехнуться готов был на месте. Из дыры продолжали хлестать нечистоты. А все культисты вокруг превратились во... Во всякое. Их всех срастило, смешало, сплавило друг с другом. Больше их части оставались живы и при этом разлагались на глазах. Возле дыры лежало то, что осталось от вызывателя. Бесформенный ком, из которого торчали кожистые выросты, покрытые буквами. Его, кажется, перемешало с книгой. Некоторых вплавило в стены и в пол. Подвальные трубы стали продолжением их внутренностей. Затем меня снова отключило. Потом я увидел свое тело со стороны. Я на четвереньках пробирался к выходу из подвала. Почему-то не страдая от жижи, залившей пол. Причем на ходу я еще умудрился отрывать от лежащих на полу куски гниющего мяса и засовывать их в рот. Но это уже потом до меня дошло, что моим настоящим телом пользуется та паскуда, с которой меня смешала. А тогда я был просто в шоке и пытался убедить себя, что это просто сон. Кстати, сейчас я понимаю, что шок был так силен еще и потому, что хоть я и был сторонним наблюдателем, но все же я как-то опосредованно издали ощущал то же, что чувствовала это хреновина. И ощущал, что гниющее мясо было, черт возьми, чертовски вкусным. Словом, из подвала и из дома мы выбрались. А потом мое тело вовсю понеслось по дворам, распугивая прохожих. Через какое-то время за спиной от души рвануло. Я так думаю, в подвале взорвался газ или вроде того. Обернуться я не мог и был уже далековато, поэтому доподлинно не знаю. Доктор Л... Таки да, в тех краях имел место взрыв газа в подвале и весь дом обрушился. Сами понимаете, никаких следов описанного вами после этого не осталось. SCP-1200-2. Спасибо за информацию, доктор. Так вот, опущу подробности того, что было дальше. Короче, уже в первую ночь я более или менее сообразил, что это за штука со мной произошла. Меня и гнилостную гнусь тенечастоты смешали воедино и к тому же поменяли телами. Так я оказался в этой вот оболочке, а разум паразита запихнуло в мое тело. И при этом неразрывно связано друг с другом. Один следует за другим, как нагуаль у ацтеков. На г-г-г уаль, следовало бы сказать. Но это еще было начало. Кое-какое время мы шлялись по городу, до смерти пугая местных, а потом осели на большой свалке. Гадине там нашлась жрачка по вкусу. И все это время я ощущал, что мое восприятие постоянно меняется. Теперь, вспоминая те события, я все чаще ловлю себя на мысли, что они мне нравятся. Нахожу какую-то эстетику в этой гниющей перемешанной плоти и во всем остальном. Слышали небось, что бытие определяет сознание? Вот и я так думаю, что пребывание в теле твари так на меня влияет. И я понемногу начинаю воспринимать мир, как она. Впрочем, нет худа без добра. Я чувствую, что порой тварь воспринимает всю ту гнусь, которую она жрет, или вспоминает человеческими глазами и оценками. И знаете, вообразить даже невозможно, насколько это рвет ей шаблон. Конец протокола. В показаниях субъекта я заметил множество параллелей с материалами SCP-121-RU. И это, чтобы вы знали, тревожит. Я полагаю, нужно приложить все усилия по розыску информации о гнилом господи и всем, что с ним связано. Если у нас под носом действует целая сеть людей, работающих с подобными аномалиями, это чревато тем, что скорая секретность станет невозможно поддерживать на должном уровне. Доктор Л... Субтитры создавал DimaTorzok